Как же привлечь своего идеального партнёра, свою любовь? Часто, когда мы говорим о том, какого мужчину мы хотим рядом с собой видеть, какие отношения мы хотим, чтобы были в нашей жизни, мы перечисляем качество мужчины. Мы говорим, я хочу, чтобы он был, например, высокий, мускулистый, с красивым телом, блондин или, наоборот, брюнет, с такими-то глазами. Я хочу, чтобы он себя вёл вот так-то и вот так-то. Перечисляем какие-то черты характера, его качества, которые мы хотели бы видеть. Но зачастую мы получаем не то, на что рассчитываем. Да, мы можем встретить такого человека, у которого будет набор вот этих всех качеств, но с его стороны не будет того отношения, которое вы хотели бы именно к себе. То есть, да, визуально человек встретился вам такой, да, или блондин, или брюнет, вот высокий, или накачанный, сильный, качок, да, в каких-то он должен быть в структурах работать, ну, к примеру. Мы можем встречать такого человека, но у нас с ним не складываются вот те отношения, которые мы хотели бы видеть, потому что мы ограничили это всё. Это раз. Во-вторых, когда мы просто перечисляем качества и черты характера, мы просто говорим, как я не хочу, чтобы было, да, мы отталкиваемся и из прошлого. Но это тоже не срабатывает. Все наши события и люди, ситуации притягиваются на наш внутренний компас, ваш внутренний магнит. Вот это главное. То есть, вам нужно настроить свой внутренний магнит, ваши ощущения. Смотрите, вот какой у вас, ваш компас, внутренний магнит имеет настройки, таких людей, такие события вы и притягиваете. А ещё хуже, когда у вас на душе пустота, нету вообще никакого магнита, да, то, естественно, вы и не можете никого притянуть. Никто не приходит. Или, как минимум, приходят отношения и мужчины, которые уже были с вами в прошлом, в которых вы уже когда-то пострадали. Поэтому здесь важно настроить своё внутреннее ощущение. Важно наполнить себя сначала вот этой любовью. Почему важно себя сначала полюбить? Сформировать вот этот внутренний магнит, на который будет уже приходить ваш идеальный партнёр, который нужен именно вам, который подойдёт именно вам. Отношения, которые нужны именно вам. Которые будут комфортны именно вам. Да, ведь у каждого из нас свои какие-то критерии и запросы, что касается личных отношений. Поэтому, в первую очередь, да, вот полюбить себя. Свою внутреннюю любовь сформировать, ощутить вот эти эмоции. Представьте, как будто бы у вас уже этот мужчина есть. Идеальный мужчина, которого вы хотите. Представьте, как будто бы уже есть у вас эти отношения. Гармоничные, наполненные любовью. Когда мужчина вас уважает, любит, ухаживает за вами. Говорит комплименты, делает подарки. Узнаёт вас, познаёт, защищает вас. Вот представьте, если бы этот мужчина уже был сейчас рядом с вами. Какие бы вы эмоции ощущали? Важно приучить своё тело к этим эмоциям, к этим ощущениям. Представьте прямо сейчас. Вот если, как будто бы эти отношения уже есть сейчас. Вы облюбованная женщина, обласканная. Мужчина к вам относится просто как царик, к своей царице. Вы его персональная, личная богиня. Он вас вот так просто купает в любви, в нежности. Говорит вам приятные слова. Ухаживает за вами. Берёт за вас ответственность. Представьте. И какие в этот момент у вас будут ощущения. Вот почувствуйте. Как бы вы себя чувствовали? Какие бы эмоции и чувства у вас были? Какие бы эмоции вы переживали в этот момент? Вот вам нужно запомнить вот эти эмоции, вот эти чувства. Чувство счастья. Чувство собственного достоинства. Чувство вот этой вот благодарности жизни, да, что рядом со мной такой мужчина. Я чувствую его любовь, поддержку, заботу. Важно сохранить вот эти эмоции. Вот эти эмоции и будут ваш компас. Ваше внутреннее состояние. Это будет ваш магнит. На вот эти ощущения. Важно приучить своё тело, чтобы тело запомнило вот эти эмоции. И вот этот ваш магнит будет притягивать уже того человека, тех людей, те ситуации, которые будут подтверждать ваши внутренние ощущения. Понимаете? Очень важно вот прочувствовать. Вот если бы у меня сейчас уже этот мужчина был, как бы я себя чувствовала? И запомнить вот эти чувства и эмоции. Запомнить. Сохранить у себя внутри. И каждый раз, когда вы думаете о знакомстве, ну это нужно делать, конечно, регулярно, каждый день. Если у вас прям такая жизненная цель, да. Встретите своего мужчину. Построить личные отношения. Создать семью. То вам нужно это регулярно делать. Возвращаться. Вот возвращать вот эти эмоции. Вспоминать опять вот эти эмоции. Счастье. Эмоции счастья. И тогда вот этот мужчина будет приходить на эти эмоции. Вот, да. Он будет чувствовать вашу внутреннюю наполненность. Вашу гармонию. И у него будет желание вам давать еще больше. Усиливать вот эти ваши чувства. Эту практику, конечно, можно использовать по отношению ко всем ситуациям. Ко всем сферам жизни. Что касается, например, переезда. Если вы хотите переехать. Нужно тоже представить место. Вот то место, где вы хотите оказаться. И представьте, вот как будто бы вы там уже находитесь. И какие эмоции счастья, благодарности к жизни вас будут переполнять. Сохранять в себе вот эти эмоции. И постоянно к ним возвращаться. Вот это все будет формировать событийный ряд в вашей жизни. А, конечно, если у вас нет любви к себе. Если у вас, как я сказала, на душе пустота, опустошенность. То подумайте. На вот эту пустоту, на вот эту опустошенность приходят и такие же люди, тоже с пустотой внутри. Тоже с пустотой внутри. Такие же люди, которым вам тоже нечего дать. Вот у вас пустота на душе. И приходят такие же люди в вашу жизнь, которым тоже нечего дать. Они такие же, вот знаете, они такие же опустошённые. Они пришли в вашу жизнь, чтобы от вас что-то взять. Они не могут вам ничего дать. Они откликнулись на ваш внутренний магнит, пустота внутри. Они на это и пришли, понимаете? Также, чтобы привлечь своего мужчину, свою любовь, построить крепкие отношения с семью. Представьте, какой женщиной вы должны быть. Наверняка, часто мы представляем, мы себе думаем вот так. Вот когда я встречу своего идеального мужчину, вот такие идеальные отношения. Вот тогда я буду ухаживать за собой. Вот тогда я буду делать прическу, макияж. Я буду наряжаться, потому что у меня будет для кого наряжаться. Вот тогда я буду стараться как-то менять себя. Посещать какие-то спа-салоны, посещать тренажёрный зал. Ну а пока у меня никого нету, то, ну собственно, зачем это всё делать? Да, ну как бы наряжаться, украшать себя, пытаться похудеть, заняться своим здоровьем, своим развитием, стать вот такой женщиной-мечтой. Ну зачем это делать? Ведь у меня сейчас мужчины рядом нету. Для кого мне это делать? Ведь мы часто вот так рассуждаем, что ну а зачем это делать? Не для кого. Для себя, ну мне это неинтересно. А вот был бы у меня мужчина, вот тогда бы у меня была мотивация. Да, вот тогда бы у меня было желание ухаживать за собой. А это тоже утопия. То есть нужно сделать наоборот. Представьте себя той женщиной, вот такой идеальной женщиной, как говорят вот сейчас модно, новая версия себя. Вот какая вы могли бы быть в идеале? Да, вы представляете вот эти идеальные отношения, идеального мужчину. Он к вам так хорошо относится. Какая вы должны быть при этом? Но явно не та, которая вы сейчас. Верно же ведь? Это же наверняка должна быть женщина лучше, чем вы сейчас. Так же? Она должна быть, ну как минимум, с мамытой головой. У нее должно быть со здоровьем все хорошо. Да? У нее, да, она должна быть ухоженная. Не думайте, что придет мужчина, который вас вытянет из какой-то ямы. Нет. Люди в большинстве своем эгоистичны. Людям нравятся красивые люди. Людям нравятся здоровые люди. Людям нравятся люди, которые, по которым видно, что они себя уважают. По которым видно, что они себя ценят. Это правда жизни. Как бы это ни было больно, но это нужно признать. Люди в большинстве своем эгоистичны. И никто не хочет связываться с больным человеком. С больным, неухоженным, некрасивым, с растолстевшим. Да, бывают, конечно, исключения из правил. Но в большинстве случаев это люди, таких людей избегают некрасивых, некрасивых, больных и так далее. Поэтому надо, конечно, над собой поработать. Начать, опять же, с себя. Если вы ждете от мужчины отношения уважительного, то вы должны соответствовать этому уважительному отношению. Ваш внешний вид должен говорить о том, что вы себя цените, вы себя любите. Вы самодостаточная женщина. У вас есть чувство собственного достоинства. Поэтому без работы над собой, над своей внешностью этого не достичь. В первую очередь, конечно, и во вторую, может быть, или в первую, надо поработать над собой. Придется работать над собой. Стать вот этой женщиной-магнитом, женщиной-мечтой.